Приветствую всех, дорогие гости, дорогие коллеги мои, вижу наших любимых лидеров, больших друзей, соратников. Сегодня для меня большая честь. Я интеллект-тренер Владимир Довгань. Немножко о себе, пока собирается наша аудитория. Ну, как правило, да? Мы же не японцы, чтобы вовремя быть за пять минут. А я предпринимательством занимаюсь, я профессиональный бизнесмен, предприниматель с международным успешным опытом. В бизнесе я уже 35 лет. Про бизнес знаю все. Кандидат экономических наук, автор 23 книг по успеху. Тупо успех там бизнес, лидерство, которые разошлись тиражом, ну, около 5 миллионов, 4,5 бумаги. И моя страсть всю жизнь была собирать знания. Объехал практически весь мир. Тибет, Япония, Китай, ну, везде, где только можно было найти сакральное знание. Понятно, что всякие тренинги прошел кучу. И собрал огромный опыт. Когда собираешь очень много знаний, опыта, да, появляется желание поделиться. Ну, просто ты не можешь, разорвет тебя от этих знаний не делиться. Я стал проводить одним из первых на территории СССР тренинги, мастер-классы, а может быть и первый, собирал более 10 тысяч, ну, 10-11 тысяч залы на тренинги, на мастер-классы, чтобы вы понимали. И, в общем-то, мы подсчитали как-то уже года три назад. А через мои тренинги, мастер-классы на земле, онлайн я вообще не считаю, прошло более, внимание, 450 тысяч человек. То есть во мне такой воплотился опыт и практически, ну, бизнес, управление, открытие компаний в Америке, в Европе и так далее, и теоретически желание поделиться. Я всегда был уверен, что, чтобы мир стал лучше, люди должны умнее быть. То есть наши проблемы в мире от неосознанности, да, вот от невежества. Не ведают, что творят, как моя бабушка говорила, или от слабого интеллектуального развития. Вот весь ад, которым мы сегодня живем, только от невежества. Не ведают люди, что творят. А чтобы они ведали, что нужно сделать? Немножко их разбудить, правда же? Немножко потренировать им, развить их осознанность и интеллект. Так, коллеги, знакомые друзья, товарищи, партнеры и гости дорогие. А давайте сделаем такую быструю перекличку городов, стран. Почему я вспомнил сейчас старый анекдот такой про страны и города. Два летчика, хорошо так выпили, напились. И вот раннее утро старый летчик, хриплым голосом, не открывая глаз, вопрос задает молодому. Где мы? И молодой такой, мы в такой-то гостинице находимся. Подробностей не нужно. Страна. В какой стране? Напишите, с какой вы страны, коллеги, друзья-соратники и гости наши дорогие. И я думаю, что еще секунд 30 и начинать будем. Итак, пристегните ремни безопасности. Сейчас уже скоро начинаем. А можете друзьям свои ссылки разослать через WhatsApp, там, я не знаю, через ваши в Facebook, ну, кто в каких соцсетях. Я поясню, коллеги, почему эта презентация суперджампа для меня очень важна. Дело в том, что когда ты занимаешься бизнесом лет 35 каждый день, то, понятно, происходит такая профессиональная деформация. То есть ты уже мерчендайзинг, КПО, франшиза. То есть ты совершенно другими категориями начинаешь мыслить. А я, так как родился в бедной семье, очень бедной, и еще дислексик двоечник. Ой, какое у меня тяжелое детство было. Передать невозможно, ребята. Раньше в СССР в школах не было психологов каких-то и так далее. Дислексия. Вот я болею дислексией, я не могу запомнить слова. Если я сейчас возьму и напечатаю беспомощный искусственный интеллект или от руки напишу два предложения, всего лишь там будет 20 ошибок. Но я не могу запомнить дислексия. Есть такое заболевание. А ведь в советское время не было психологов. И все считали, что я дурачок. Или лентяй, как папа мой считал. И вот это такой ад. У меня детство такой, знаете, адский ад. Я прихожу в школу, а получаю двойки. Но всю жизнь запомню, учительницу математики такая была толстая, как гусень в сувачках такая. Обычно Дисней рисует таких злодеев. Которая прямо, знаете, у нее такая цель была – сломать мою личность, унизить меня, втоптать в грязь. И это ей удалось. Практически каждое занятие на математике она говорила так. Донгай, ты идешь. Ты не можешь учиться с нормальными детьми. Тебе место в какой-то специальной школе для имбецилов-дебилов. Прямо реально. Знаете, вот как каждое занятие при всех. А уже взрослые такие, ну, подростки же, да, уже влюбляемся. Где-то уже как-то хочется лучше выглядеть перед девочками. И тебе, ты идиот, ты дурак. И так далее. И я вам честно скажу. Приходил домой. Папа думал, что я лентяй. Потому что старший брат мой, обичник был Валентин, у меня порол. Так порол, что я кричал на весь девятиэтажный наш подъезд. И когда я закончил школу, ребят, вот клянусь вам, я искренне верил, я знал просто, что я идиот, имбецил, дебил, что, ну, вот прям вот я прям хотел уйти из жизни, ну, как-то маму жалко, да, плакать будет и так далее, папу. И мне годы потребовали, чтобы просто стать уверенным человеком. Да, я, то есть, выбирался с такого дна, что передать невозможно. Эти комплексы, я уже был давно добрым мультимиллионером, а все равно комплекс. Все равно вот это звучит, да, в ушах рефреном, ты дебил, ты идиот, ты там кретин и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас я понимаю, что дислексия – это нормально, что многие великие люди болели дислексией, и это, в принципе, ничего позорного нет. Ну, если бы у меня было право выбрать, да, родиться таким, как академик Всеволод Иванов, который по воспоминанию учеников в день, ребята, в день читал по четыре книги и все запоминал на всю жизнь. Ну, конечно, я бы хотел родиться с такой памятью, с таким интеллектом. Ну, вот не повезло. Почему я рассказываю перед презентацией, друзья? Дело в том, что вот когда ты рождаешься вот так, если как вот, да, дно, еще метра сто дерьма, и вот отсюда ты выкарабкаешься там каким-то, я не знаю, там, боженьки, спасибо, выкарабкаться, куда-то человеком просто стать там, хоть не просто там добиться успеха. Конечно, в какой-то момент, ну, еще, рабочая семья, вопрос не в бедности, ребят, то, что не было дома книг. Ну, понятно, что я всегда по-хорошему завидовал моим друзьям, у кого мама учительница, врач, это, ну, какая-то элита инженера, родители, да, просто работяги простые. И я в какой-то момент понял, что мысли материальны. И я очень долго, ну, прям лет, наверное, 25, старался не общаться с людьми, у которых маленькие цели, маленькие мысли. То есть я всегда стремился к людям, к ученым, знаменитым, богатым, умным, да, успешным. Вот там ментальность, там ментальность. И понятно, что, когда ты там 25-30 лет думаешь только категориями большого бизнеса, большого успеха, ты постепенно просто не знаешь, как людям объяснить что-то. Но три дня назад произошло событие, три дня назад я не планировал проводить сегодняшнюю презентацию, и выяснил почему. В нашей команде интеллект-тренеров Суперджам десятки, сотни, ярчайших, умнейших, намного умнее меня, талантливых ребят и девчат по всему миру, которые намного лучше меня объясняют, ну, красивые, стройные, красивые, молодые, намного лучше меня объясняют и бизнес, и презентации проводят. Вы меня спросите, Владимир, а что ж ты приперся на презентацию на сегодняшнюю, да? Три дня назад мне приснилось, я нашел ответ, который не мог найти многие годы. Как мне объяснить людям, которые не из бизнеса, ну, с профессионалами там совершенно другой язык, да? Как объяснить мне людям, которые без опыта бизнеса, как правильно сделать выбор? Как правильно из тысячи предложений выбрать то предложение, которое в вас придет к успеху, к свободе финансовой, да? К уважению, к реализации, к богатству. Вот я ночью приснилась мне, ребят, я, честно скажу, быстрее написал, ребята, давайте пройдем презентацию, а потом немножко сам даже хотел заднюю включить, ну, же как включишь, да? Думаю, ну что, я сейчас опять буду стараться делать презентацию, хотя ребята наши, девчата, намного умнее меня, ребят, намного лучше делают. Но вот эта мысль, что если я сегодня, вот то, что меня осенило ночью, покажу вам и расскажу вам, как правильно сделать выбор, глядишь, что ты жизнь спасу. Я даже вот честно скажу, когда проводил тренинги на 10 тысяч человек, на 5 тысяч человек, ну, всегда такой есть момент, кто проводил тренинги, мастер-классы, знает. Ну, обычно какие-то шторы, кулисы какие-то, или какая-то гримерка, да? И ты слышишь, что тебя уже начинают объявлять ведущие. Да, вот сейчас там выйдет такой-то, такой-то человек там, и так далее. И у меня была такая привычка, да, такая, ну, какая-то традиция даже такая, да? Я перед выходом на сцену снял волнение, естественно, ну, как бы там ни было, все равно привыкнуть к аудитории большой сложно достаточно. Я всегда говорил так, вот у меня сейчас через 30 секунд я делаю шаг, и я должен сказать что-то 10 тысячам людей на протяжении нескольких часов, чтобы помочь им изменить свою жизнь. Ну, я уже осознанный был человек, естественно, да, не какой-то романтик. Я всегда стоял и говорил себе так, Господи, дай мне возможность помочь хотя бы одному человеку. Вот из этих 10 тысяч, да? И, значит, я жизнь не зря прожил. Вот прям такой, да? И вот сегодня я понимаю прекрасно, что кто-то меня не услышит, большинство не услышит, потому что там какие-то особые нужны такие моменты, чтобы зерно прорастало, да? Мысль, идея прорастала. Но я сегодня говорю, Господи, дай мне силы помочь хотя бы одному из вас понять, как правильно в жизни сделать выбор. И если вы поймете, уже, ребята, неважно, в какой стране вы будете стартовать, в каком бизнесе, вы будете понимать, как правильно выбрать направление деятельности, профессию, бизнес. Это изменит вашу жизнь в лучшую сторону, гарантирую. Ну что, тогда, если все готовы, пристегнули ремни безопасности и полетели. Мне помогает Константин, Александр Тарасов, наш первый интеллект-тренер на земле. Итак, привет, я интеллект-тренер. Сегодня я расскажу вам, как с нуля стартует, выйти на доход миллион долларов в месяц и больше. Я отвечаю за каждое слово. Это не просто мотивация. Сразу, ребята, сразу же, лентяи, бездельники, отключайтесь, а халявы нет в жизни. Вот как вы думаете, в спорте можно добиться без мозоли? Кто спортсмен? Да нет. А в науке? Можно добиться успеха, номерскую премию получить? А Оскар в кино? Нет, ребята. Да в бизнесе то же самое, как в спорте, как в науке везде. То есть труд очень тяжелый трудный труд. Понимаете? И поэтому я просто людям, которые лентяи, но боятся себе в этом признаться, не бойтесь, просто скажите, я лентяй, все. Они врут себе и пытаются добиться успеха без труда. Ну, вы знаете, только в мышеловке бесплатный и сыр. Поехали. Мы сейчас тоже наши остаются с нами, не лентяи, готовы трудиться, пахать, созидать, помогать людям. Ну, понимать, что других нет вариантов, ребята. Итак, поехали. Коротко о нас, о Суперджам. А вы в процессе еще тоже поймете. Я вам еще в конце книжку вышлю обязательно. Сегодня интеллект-тренеры Суперджам, на майках у кого написано интеллект-тренеры Суперджам, помогают людям в 76 странах. Кто-то меня спросит, Владимир, а может, вы добавили 10 стран? Любая. Нет, ребят, здесь все как в аптеке, как в математике. Откуда мы получаем платежи? Вот откуда люди оплачивают, из какой страны прохождение Суперджампа или профессия интеллект-тренер. Это значит, в этой стране хотя бы есть один интеллект-тренер, который уже помогает людям. Суперджам говорит, на 25 языках основные все языки. Это покрытие 90% планеты уже. У нас 5 юридических лиц. США, Казахстан наш любимый, Кыргызстан, Россия, Арабские Эмираты. И вот скоро, буквально скоро, откроется еще юрлицо в Монголии и в Европе. Там в Евросоюзе несколько стран сразу ребята прорабатывают. Дальше. У нас 2000 больше, 2000 активных интеллект-тренеров. И буду гордиться этим. Уже лучшие интеллект-тренеры зарабатывают в месяц более 100 тысяч долларов США. Для нас это очень хороший результат. Но мы дальше пойдем с вами. Коротко о нас. Ну, чтобы вы понимали, что это солидное, большое такое же международное планетарное дело. Я очень сомневался. Я даже слайды передел, честно скажу. Я сначала думаю, ну, напишу миллион долларов цель. И потом я начал мучить совесть. Поясню почему, коллеги. Дело в том, что я же работал с большими аудиториями. И когда спрашиваешь, вот люди, которые пришли, ну, предприниматели, какие-то лидеры там и так далее, ну, такие, не маргиналы. Ребята, а какая у вас цель? Не знаю почему, но поверьте мне, 99% говорят заработать первый миллион долларов. И если я бы сказал вам, ребят, я расскажу вам, как заработать первый миллион долларов, 90% из вас скажут, ну, давай, рассказывай, интересно. Я не знаю, откуда это берется, мы сейчас разберем. Но это не честно. Почему? То есть я просто говорю, как есть, ребята. В современном мире миллион долларов он другим стал. Там несколько десятилетий назад это были хорошие деньги. Сегодня за миллион долларов и не купить хороший дом, машину там, ну, просто на жизнь не будет. Там не оплатить образование деткам и так далее. То есть это ловушка. Маленькая цель. Люди стремятся к этой цели. И даже если добьются, жизнь не меняется, понимаете? Поэтому пускай кто-то не поймет меня, но я буду честен, а я расскажу вам и прямо так мысленно возьму вас за руку и проведу миллион долларов в месяц. Такая цель, крепкая цель. Даже если вы добьетесь этой цели 50%, полмиллиона долларов, даже пускай 10%, вот все против вас, ветер в лицо, камни сверху, гроза, молния, ну, даже 100 тысяч долларов в месяц, каждый месяц, да, это уже хороший доход. Это меняет качество вашей жизни. Итак, ребята, сразу ставьте большие цели. Все, мы много раз читали, слышали, все читали, «Хилл напрям», думай, «Богатей», «Секрет», книжечка и так далее. А мы с вами понимаем, ну, здесь, я надеюсь, такая аудитория собралась, что наши мысли это чертежи нашего будущего. Вот слева на слайде у меня чертеж дома. Вот как вы думаете, если у человека есть чертеж дома, он будет много-много работать, трудиться и все такое, сможет он построить самолет по этим чертежам? Нет, ребята, нет, невозможно это сделать. Итак, аксиома. Ваши мысли это чертежи вашего будущего. Сегодня вы находитесь там, куда появилась вчерашняя мысль, а завтра вы будете находиться там, куда вас придут сегодняшние мысли. Человек есть сумма мыслей. Почему надо всегда ставить большие цели? Даже если вы возьмете с этой цели 10%, 15% добьетесь, вы подарите себе и своим близким счастливую жизнь. Поэтому миллион долларов это глупейшая, вреднейшая цель, а вот миллион долларов в месяц это хорошо. Знаю, ребят, что у многих нет таких категорий в голове. Я понимаю, я же осознанный интеллект-тренер, что для вас миллионы, миллиарды это какие-то цифры там где-то на Марсе, там где хочет Илон Масс строить колонию свою и старшипы запускать. Но мысли материальны. Я не могу поделать ничего с истиной, со здравым смыслом, с логикой, поэтому я прошу вас просто примите это. Я понимаю, что этого до нашей встречи для вас это наоборот отталкивает. Я расскажу вам один забавный случай. Посмеемся вместе. В нашей команде я отвечаю за стратегию. Это категории, которые простым людям просто о них даже не знают, даже объяснять не будут. Потому что когда у тебя в голове всегда чертежи, триллионы долларов, первое место в мире обогнать Apple, Microsoft капитализации, создать 100 долларовых миллиардеров, миллион миллионеров, педагогов, просветителей. Когда ты встречаешь в потоке, находишься этой такой интеллектуальной работы, ментальной работы, и встречаешься с обычным человеком, вот как обычный человек реагирует. Сумасшедший, дурачок какой-то, ку-ку. И был такой случай, года, наверное, два с половиной, три назад. Роберт Ра, наш лидер, друг мой хороший, мне набирает, ну вот мы, у нас команда друзей, такая, знаете, дружная международная планетарная семья, такая олимпийская бизнес-сборная, такое интеллектуальное братство, планетарное, ну столько стран, столько учащих людей. Тренер говорит, набирает мне, пишет, есть минуточка, я говорю, Роберт, конечно, для тебя всегда есть. Тренер, у меня заходит девчонка классная, да, такой потенциальный лидер мощнейший, она все уже будет интеллект-тренером, я просто, она настолько лидер большой, что я хочу познакомить вас, не против, да ради бога, а я же про миллиарды, про триллионы, про первые места в мире, про IPO, про хорчегдайзин, и когда я рассказал ей о том, о видении, да куда мы стремимся, куда мы идем, о масштабных наших планах, Роберт, через какое-то время, ну поговорили, я забыл, набирает тренер, она не придет ко мне в команду, потому что ты своими масштабами, триллионами, ее просто напугал, она посчитала, что ты сумасшедший, я поясняю, почему, я все равно не могу советовать вам поставить цель миллион долларов, потому что это обман, это ловушка, это жизнь на свал, а у вас, помните, дороже ваших близких, родных и жизни вашей нет ничего, так, Костя, следующий слайд, включай, а мне очень важно, чтобы мы настроились на одну волну, итак, друзья, гости, партнеры, соратники, коллеги, давайте пройдем голосование, кто из вас считает, что наши мысли это чертежи будущего, дайте лайк, дайте лайк, кто считает из вас, что наши мысли это чертежи будущего, дайте лайк, не поспоришь, кто из вас поставил цель или сейчас в процессе моего объяснения, почему я именно настаиваю на больших целей, взял цель, миллион долларов в месяц, пускай даже в это пока не верите, для вас это какой-то там, я не знаю, альфа-центавра созвездия, дайте лайк, пожалуйста, прекрасно, и третий вопрос, кто из вас готов 30 минут сейчас времени отключить все девайсы, убрать все свои бутерброды, сосиски, попкорн, что у вас там налито, и внимательно встретиться со своей новой жизнью, новой судьбой, если вы готовы уделить 30 минут, я думаю, максимум, а то ставьте лайк, поздравляю, кто взял цель большую, потому что поставленная точная цель в цифрах, ребята, это классик, это 50% уже достижений, и вот то, что мне ночью приснилось, ради чего я сегодня пригласил вас на презентацию, я хочу научить вас делать правильный выбор, потому что еще раз, успех это правильный выбор, выборы, выборы команды, проекта, партнеров и так далее, успех, богатство, ваша слава, это правильный выбор, и так смотрите, коллеги, то, что я 3 дня назад ночью мне приснилось, я понял, как это объяснить, чтобы получать миллион долларов плюс в месяц, вы, любой человек, должен что-то людям дать, какой-то товар, какую-то услугу на эту сумму, еще раз, чтобы люди заплатили вам, миллион платили долларов в месяц, а на меньшее мы сейчас не согласны, потому что мы сам материальны, вы что-то должны дать людям, какую-то пользу принести на миллион долларов, вот да, я нарисовал человечке, вот какую-то товар, услугу дать, и вы получите не только миллион долларов в месяц, но и благодарность, ох, ребята, вот я могу точно сказать, наш бизнес, быть интернет-тренером, лидером, спроводить, помогать людям, это такая вселенная, где самое большое количество благодарности вы или получаете, кто уже интернет-тренером, или будете получать, я слышал десятки раз от наших коллег, от моих друзей, которые говорили, я работал там-то, был таким-то бизнесменом, предпринимателем, была, у меня были такие бизнесы, но я никогда за всю свою жизнь не получал от людей столько благодарности, со слезами на глазах люди благодарят вас, да, вот смотрите, еще раз, выбирая бизнес, вы задаете себе вопрос, да, бизнес, направление, профессию, что вы будете давать людям, товар, услугу, не важно, за что люди будут платить вам миллион долларов в месяц и благодарность, вот это главная суть любого бизнеса, ребята, не слушайте всяких дурачков, которые говорят, есть схема, схематоз, еще что-то, сейчас вот мы соберемся, что-то объясняют, ты спрашиваешь их всегда, какую пользу лично ты, вот ты создаешь бизнес, приглашаешь меня в партнеры, что ты даешь людям, бла-бла-бла, финансовую грамотность, ну все понятно, нет, у меня кто-то говорит, есть продукт, я делаю то-то, то-то, вот результаты, а, уважуха, вот еще раз, ребята, суть любого бизнеса, ну мы берем настоящий бизнес на всю жизнь, чтобы не просто открыл проект какой-нибудь, сдох, проект снова открыл, сдох, так жизнь проходит, да, суть бизнеса, нужно понимать вам прежде всего и мне тоже, я сейчас будем об этом говорить, что вы даете людям такого, какую пользу вы приносите, чтобы за это, ваше то, что вы даете, за пользу, люди платили вам миллион долларов в месяц, плюс и благодарность, а лучше, вот красным, да, я эти слайды вышлю сразу, Александр Тарасов вышлет, Саша, вам сразу в чат, ребята, пролистайте потом еще, вот красным я выделю, да, а самые умные, самый лучший подход, это найти у людей проблему, какую-то их боль, как маркетологи говорят, и решить эту проблему, это круто, круто, ребята, это самый такой реалистичный подход, итак, смотрите, правда жизни, если на вашем банковском счету, ну, каждый представляет свой банковский счет, у кого-то кредиты, долги, ничего страшного, ребята, мы вверх-вниз ходим, летаем, ну, это нормально, ненормально, когда сдался человек, сломался, как спичка, это ненормально, а поражение, падение, разорение, кредиты, клевета, это нормально, не пинают только мертвую собаку, да, знаете, такую пословицу, итак, смотрите, правда жизни, если на вашем банковском счету нету сегодня живых миллионов долларов, после уплаты налогов, всегда платите налоги, никогда не нарушайте законы ваших стран, это добрый совет, будьте честны с людьми, будьте предельно честны, мы живем в открытом мире, ребята, люди не знают длину вашего члена, только потому, что она неинтересна, все, вы голый, я гол, вот онлайн мир, мы голые, вы можете рассказывать все, что угодно, но люди видят вашу душу, ваши мысли, ваши поступки, да, ваши слова, и так, смотрите, суть бизнеса, да, что-то дать людям, решить какую-то проблему, и за решение этой проблемы получить свои миллионы и благодарность, если у вас нету на вашем банковском счету миллионов, знаете, это что означает, просто у вас еще не было услуги или товара, вы в руках не держали его, это условно, что-то бы дать людям, того, чего не было, за что люди бы заплатили вам миллион долларов, это не означает, что вы лентяй, дурак там, то, что бездельник нет, ребят, просто так сложилась судьба, да, и у меня так раньше было, что ты даешь какой-то продукт, какую-то услугу, но она так тухленькая, ни о чем, и у тебя нет от этого миллионов долларов, но когда ты попадаешь в нерв времени и даешь, что нужно людям, ох, тогда и благодарность, и деньги, и любовь, и уважение, это, ребята, самое главное, ради чего я сегодня вышел и пригласил вас на нашу встречу, итак, давайте будем вместе размышлять, я попрошу всех включать мозги, я уверен, что собрались те, у кого есть мозги работающие, да, и давайте будем всегда честны с собой, и с людьми тем более, итак, вопрос, ко всем, какие сегодня есть у людей тяжелые проблемы, вот давайте просто осмотримся, ну как-то вот, да, что сегодня, где можно, где нужна людям помощь сегодня, такие у людей есть тяжелые проблемы, да, я называю три, а вы лайками подтвердите, да или нет, ну мы вместе исследования проводим, итак, первая проблема, не по важности, просто я перечисляю, с чего-то я должен начать, сегодня 90% взрослого населения планеты страдают ментальными болями, психологическими страданиями, там, да, слабостью, хронической усталостью у них выгорело сердце, одиночество, потеряли смысл жизни, ушли точки опоры, потеряли веру в себя и в человечество, то есть, да, сегодня я утверждаю, что миллиарды людей в мире успешные, даже у кого деньги есть, у кого страну не бомбят, страдают, да, ментальными болями, одиночеством, потерей смысла жизни и хронической усталости, если вы считаете так же, вот эту проблему, я считаю планетарную, дайте лайк, пожалуйста, да, дайте лайк, у нас такой, ну, это же не просто монолог, да, вторая проблема, которая сегодня есть, это статистика, ребят, можете гуглить, проверять мои слова, я говорю только про богатые, про благополучные страны, я не беру там, где люди с голоду умирают, каждый день по 27 тысяч человек, итак, в успешных, процветающих странах, 50 процентов людей, взрослых, работающих, ищут сегодня работу, новую работу, в онлайне, то есть до них дошло, что, ну, в онлайне можно заработать, по всему миру зарабатывать, и не ездить часами там, в этих пробках стоять, правда же, вот эта статистика, ребята, вот кто из вас считает, что, ну, верит в эту статистику, она, это, мы верим или не верим, но больше 50 процентов, в Америке, в Европе, в Китае, там, в Японии, в Корее, в Латинской Америке, мечтают в этом году найти новую профессию, новый бизнес в онлайне, кто согласен, что это проблема, ну, что есть такая проблема людей, да, ставьте лайк, в нашей команде, я потом расскажу и вышлю вам нашу книжку, которую подарили нам ведущие интеллектренеры для молодых, начинающих наших королей, королев Львов и Левиц написали, у нас есть сверхцель, ребят, помимо того, что сделать, создать просветителей, педагогов 100 миллиардеров и миллион миллионеров, у нас есть такое понятие, как сверхцель, что Виктор Франк, великий ученый, доказал, что без сверхцели мы примитивные просто существа, покушать, пописать, покакать, должна быть сверхцель, и мы, первые наши мощные интеллектренеры, лидеры, наставники, ну, ребята, вы, каждый из вас придя, если у вас есть талант быть лидером, вы можете вообще сейчас весь мировой коллектив, сколько джампа возглавить, но я говорю это очень серьезно, а мы приняли, кстати, единогласно, такую сверхцель, проголосовали, да, наша сверхцель спасти человечество от надвигающейся экологической катастрофы, мы стоим на краю пропасти, и тем самым спасти человечество от самоуничтожения, детишек, внуков наших, понятно, понятно, что сегодня кровавая война все затмила, но это более серьезная опасность, читайте аналитику мировую и так далее, кто считает, так же, как и я, что надо спасать, и к системе земли, иначе начнется каскадное разрушение, как доминошки начнут падать, и нам всем будет кирдык, это проблема, дайте лайк, но это сверхцель, понятно, что это то, что объединяет умных, талантливых людей, есть, дальше идем, коллеги, вот теперь вопрос, вы всегда должны быть честны с собой, с логикой, с математикой, без розовых очков, как вы думаете, вот решение этих трех проблем, хроническая усталость, да, потеря смысла жизни, ментальные страдания, психологические страдания, одиночество, поиск новой работы, новой профессии, нового источника доходов, нового бизнеса в онлайне, и спасение человечества от самоуничтожения, как вы думаете, вот решение этих трех проблем, стоит миллиардов долларов в мире, конечно, да, конечно стоит, поверьте мне, это стоит триллионов долларов, и это знает каждый интеллект-тренер, вот мы, видите, с вами приближаемся, да, а теперь пошли хорошие новости, да, мы интеллект-тренеры Суперджамп не просто фантазируем, не просто что-то, прожекты рисуем, какие-то, да, мультики, мы уже реально, реально решаем три этих важнейших проблемы, у нас есть лекарство, есть методика Суперджамп, которая реально творит, ну, чудеса, ребята, эффективность фантастическая, нашу методику, 8 упражнений, и там есть педагогические приемы, там связано все это, не просто набор каких-то интеллектуальных жемчужин, это система, эффективность запредельная, запредельная, есть статистика, да, в среднем, негативный один отзыв на тысячу учеников, по миру, ну, такого не было никогда, почему, а наша методика Суперджамп оказалась, ну, прям просто мега спасательным кругом для многих людей, дело в том, что мы разрабатывали ее, ребят, мы тогда не думали, что наша Суперджамп методика поможет людям и спасать будет их от ментальных страданий, укреплять ментальное здоровье, да, освобождать от боли психологических, психических, честно скажу, мы создавали ее для развития гениальности, дивергентного мышления, конкурентноспособности, развития способности человека в новости без амнистики, без эзотерии. И если бы вы попали на мои презентации года 4 назад, я бы о чем говорил? О вашей гениальности, о развитии дивергентного мышления, о развитии способностей сопределываете, да, да, но так получилось, вот везет тем, кто везет, кто пашет. Когда мы поняли, что людей в мире, стремящихся к гениальности, развить дивергентное мышление, креативность, мало, 0,0%, а людей, у которых ментальные проблемы, психологические проблемы, хроническая усталость, потеря миллиардов, мы, мы, честно говоря, случайно попробовали нашу методику, и произошло чудо. И вдруг мы увидели, что оказывается, когда человек страдает ментальными болями, психологическими страданиями, когда он начинает развивать в себе уровень счастья, уровень энергии, гениальности, чудо происходит. Как вот? Темная комната, представьте, черная комната, тьма всегда ассоциируется с невежеством, с болью, с страданиями, со страхом, правда же? Вот если с тьмой бороться в темной комнате, невозможно победить, нужно зажечь светильник, правда? Вот и щелк на выключатель, лампочка загорелась, и тьма сама убежала со скоростью 300 тысяч километров в секунду. То есть тьма это отсутствие света, как когда-то сказал Эйнштейн, будущий уж студент. Я коротко, ребят, надо попробовать на себе, потому что словами объяснить невозможно, но я прям в телеграфном режиме. Итак, смотрите, очевидное преимущество. Вот вверху подход суперджамп методики, да? Мы собираем людей в интернет-клубы, влайн-минтернет-клубы и развиваем в них энергии позитивной ментальности, уверенности и так далее. Каждый день выше, 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 выше. А как работают классические психологи, коучи, которые работают с людьми, у человека проблема. Ну, вы видели многие, да? И человек звонит психологу, слушай, мне срочно нужна твоя помощь. Вы слушай, у меня расписание сегодня расписано, завтра давай, ушла там в 6 утра, давай соединимся. или там тренер, коуч, да? Ну, у него же другие клиенты есть. У него другие есть клиенты. И вот внизу, смотрите, в нижний подход, классический это, это везде. А клиент встречается с психологом, с коучем, с человеком, который несет свет. Тот ему помогает, заряжает, а потом естественный перерыв. Но он не может с ним 24 часа быть вместе, там же другие есть клиенты. Другим людям нужна помощь. И что происходит? Вот смотрите, если наша стратегия развивать все большее счастье, энергию, уверенности, интеллектуальные способности, вот всегда верно, всю жизнь, то там идет свет, тьма, свет, тьма, свет, тьма. Результат, люди годами мучаются от металльных страданий. Годами, ребят. Вот это я вам показываю наглядно преимущество. Новый подход. Этого в мире еще не было. Часто люди ходят на тренинг, на всевозможные вебинары и так далее. Это хорошо. Я, кстати, вот такие, есть такие бизнесмены, которые стали миллиардерами, еще непонятно как. У них до первой стартовой капиталы. И которые свысока говорят, да, клоуны какие-то там собираются, что-то преподают, деньги стригуют. Это не так. Потому что современному человеку сегодня пойти некуда особо. Ну, ресторан сходил, ну, в кино сходил. Ну, куда? И если в каком-то городе, неважно, в Америке, во Франции, в Мексике, в Казахстане, да, в субботу или в воскресенье собираются хорошие люди, да, не важно, какая тема, там, маркетинг, Китай, там, я не знаю, там, продажа, это не имеет значения. Просто так мало мест, где люди могут нормально встретиться. Ну, какие-то спикеры выступают, атмосфера, знакомятся. То есть, вот это ради этого. Не бухать там, не знаю, не тупить в ТикТоке, а просто собраться. Использа от этого есть, Ну, просто как умный такой энтертеймент, назовем. Но КПД нуля уровня. Почему? Почему я когда-то прекратил заниматься тренингами, мастер-классами, я не зарабатывал, это была моя страсть, миссия? Потому что в какой-то момент я понял. Вот я приезжаю в город, поверьте, у меня мастерство хорошее, да, звукорежиссер, подготовленные упражнения за 8 часов. Я так зажигаю зал, энергию заполняю, что люди просто как лампочки светятся, как солнышки на ножках уходят. А потом я и уезжаю из этого города. И через неделю вот эта житейская серость, вот эта провинциальная мряха, ментальная, да, она гасит все это болото. Я после этого как понял, думаю, а что я, у меня был такой момент, расскажу вам по секрету, за 41 день, ребята, без перерыва, ну, чтобы понимали, вот 41 день. Я посетил 41 город и провел 8-часовой мастер-класс, 41 в 8-часовой мастер-класс. Тут 41 день, у меня дома не было, я детей не был, у меня дети сами выросли, я пожертвовал семьей, можно сказать. И что толку-то? В тот момент, когда они в зале, что-то с тобой, супер. Проходит неделя, болото ментальное и интеллектуальное болото, липкое, вонючее, холодное, затягивает их, понимаете, трагедия. Вот почему не работает. Нижняя, нижний график. Тренинг дает энергию вверх, но он заканчивается, тренинг, вебинар, тренинг, хороший фильм, мотивирующая книга. А потом что? Житейская мряка, житейская мразь, вниз, снова вебинар вверх, снова вниз, курс какой-нибудь, неважный, мастер-класс, и вот так всю жизнь, ребят. Вверх, вниз, вверх, вниз. Наша стратегия другая, это все меняет в мире, коллеги. Впервые в истории мы создали методику, школу, путь длиной в жизнь. Вы знаете, я только занимался каратэ, айкидо, ребята, знаю. Каратэ – это не спорт, айкидо – это не спорт, тюдо – это не спорт. Это путь развития самого себя длиной в жизнь. Вот эти вот трудности, боль – это инструменты, чтобы создать хорошего человека, сильного духом, благородного, великодушного. Вот идея развития личности через, ну, у меня черный пояс каратэ, третий данный, знаете, у Петра черный пояс нашего Сео, ну, мы в Японии очень много раз бывали, там, знаем основателей, айяму не застали самого Атоуэ, Шарояма, Сергей Иванович Якунин, это ученики, создатели эскирик, ее присынка самого популярного, да, вот это путь длиной в жизнь. И мы создали впервые в мире такое интеллектуальное каратэ, такое интеллектуальное дзюдо, такую интеллектуальную йогу, развитие интеллекта, счастье, энергии, вашей энергии, длиною в жизнь. Это оказалось феноменальный успех, ребят, феноменальный, просто какой-то запредельный, космический. почему? Все же очень просто. Когда коуч, когда психолог, это очень хорошие психологи, я вас люблю, уважаю, респект вам, уважение, вы спасаете жизни людей. Ну, психологи, коучи, я это говорю, искренне, как есть. Но, что там происходит? В самом подходе и стратегическом есть капкан. Если психолог, если клиент психолога или коуча выздоровел, психолог теряет деньги или нет? Вот ходил, ходил к нему клиент, раз выздоровел, говорит, ой, какая ты, блин, вообще просто супер, спасибо большое. Все, спасибо, я выздоровел. И больше не приходит. То есть подсознательно так было создано неудачно Фрейдом, Юнгом, Эриксом, неважно, кто участвовал, Анна Фрейд, создана была система, когда люди зарабатывали только тогда, когда другие люди болеют и страдают. А когда они выздоравливают, ничего никто не зарабатывает. Мы все сломали. Мы тренируем на своих интеллект-тренировках уровень счастья, энергетное мышление, укрепляя ментальное здоровье, конкурентоспособность всю жизнь. Это путь, это другая философия. Интеллект-тренеру не надо бояться, что его ученик стал счастливым и не придет. Наоборот, ученик натренировал свой уровень счастья, энергетное мышление, ментального интеллекта, эмоционального интеллекта, он еще дальше хочет. Вот это революция, ребята. Этого до суперджампа не было. Я коротко рассказал вам, как это, почему произошло. Но еще раз говорю, везет только тем, кто везет. Еще одна хорошая новость. Для всех, кто хочет стать успешным, ребята, мы решили еще одну проблему. Помните, три проблемы? Вторая проблема какая? 50% взрослого населения планеты ищут новый бизнес, новую работу, новые источники дохода в онлайне. А мы, интеллект-тренеры, суперджамп, можем сегодня смело дать людям 100 новых миллионов онлайн рабочих мест. Это самые крутые места, самые интересные, особенно первые идут. Вот это второе решение проблемы. А вот когда мы две проблемы решаем, вот смотрите, посередине красивые такие интеллект-тренеры суперджамп, символы, королева и король, лица-лег, светочи, девочки и мальчики, девчата, красавицы наши удивительные просто и ребята, орлы. С правой стороны люди, которые ищут новую работу, новые источники дохода, новый бизнес в онлайне, а слева миллиарды, которым нужна помощь. Вот мы, скорость обучения настолько высока, масштабирование, потому что там за вас работают упражнения, там не нужна, ну, конечно, харизма всегда не помешает, но любой человек честный, хороший, добрый человек станет суперинтеррект-тренером, гарантирует. Но честный, главное, чтобы вы были честным, хорошим человеком это основное, трудолюбивым, естественно. Смотрите, что происходит, почему у нас такой космический рост? Одним мы даем новые рабочие места, эти помогают другим, двойная выгода, двойная польза. Помните этот человек, который дает услугу или товар? Вот почему мы на коне сегодня, когда вокруг все падает. Но еще есть одна хорошая новость. Наш бизнес, это как вид спорта, да, я всегда говорю, мы олимпийская, мультивиллиардерская бизнес, планетарная сборная, суперджамп, он команда. По одиночке человек слаб. А вот когда команда, да, вот представьте, мой опыт, 35 лет в бизнесе, да, Петр, 20 лет, ребята наши, умнее меня намного. Ребят, поверьте мне, и вот когда у нас тысячи умных людей, и каждый вносит в нашу олимпийскую сборную, бизнес-сборную, монетарную сборную, вносит свой талант, знание, энергия, получается, сила, ну вот поверьте мне, это не для красного совца, не для бла-бла рекламы. У Эппа, Майкрософта, сегодня самые дорогие компании, и Гугла, против супержампы нет ни одного шанса. Когда у нас будет миллион, потом 10 миллионов, просто ни одного шанса. Какой бы ни было справа Илон Маск нарисован, я очень люблю, я понимаю, в ракетное настроение, инженер-механик еще по образованию, не только у меня экономическое образование, а, ну, то, что он делает, это чудо. Сейчас, старшип, это невероятно, ребят, ракетный двигатель, чтобы вы понимали, да, то есть, который он создал сейчас, самый крутой в мире, Раптор называется, они скоро полетят уже. Вот, в камере сгорания, в камере сгорания ракетного двигателя, энергии, столько, почти что, как в атомной бомбе, то есть, чуть меньше, все, что создало руками человека. Но он один, он один, вот, борьба, представьте, выходит чемпион мира по борьбе, но он один, а мы выходим, миллион человек, нет ни одного шанса, это для вас хорошая новость, потому что в команде, поверьте мне, потому что я такой матерый предприниматель, профессионал, лидер, со стажем, в команде легче добиваться успеха. А наша жизнь, если кто забывает иногда, напоминайте себе, это соревнования за место под солнцем. Ну, каким бы вы не были хорошим там социалистом, Ганди и так далее, хороших домов на всех не хватает, ребят. Хороших госпиталей на всех не хватает, хороших курортов, университетов на всех не хватает. В этом тоже есть хороший смысл, соревнования, соревнования за хорошие дома, за университеты для ваших внуков, детей, за вообще, за интересную жизнь, за хорошие курорты, их мало просто, ну, есть Шоссельские острова, курорты, да, прилично, если Бёрд-Айленд, остров, там, несколько хижин этих, ну, десятка-два, а Фрегат-остров, там, вообще, по-моему, 14 вот этих вилл, ну, все, там больше нет. Да, любой умный человек, который хоть раз побывал на Шоссельских островах, поймет, что это другого качества отдыха, это другой океан, это другая краска, это как в раю побывать. Поэтому, жизнь – это соревнование за место под солнцем. И вот, две модели. Вверху мы видим один человек, да, борется за место под солнцем, с конкурентом за конкуренцией, а конкуренция очень большая. А внизу команда наша. Вот вы один вверху, ну, жена помогает, может, теща, там, брат-сва, ну, практически это редко. А внизу вы, но вооруженный, готовый, отшлифованный до идеала технологии бизнеса, масштабированный, годами отшлифованный, да, методикой запатентованный. Я с вами рядом, наставник с вами рядом, ребят тысяч уже, которые умнее меня. Вот представьте, какая синергия, какая поддержка. А человеку, я просто давно живу, многое знаю про жизнь, порой даже вот, знаете, кто-то сказал, хороший человек, все у тебя получится. И абсолютно все у тебя получится. Достаточно вот этого. И человек не сломается и пойдет дальше, добьется успеха. А когда у тебя наставники, когда команда, когда синергия, когда готовый бизнес подключи, ребята, это самый кайф, который только может быть. При этом вы делаете честное дело, доброе дело, ну и, конечно же, сверхцель. Как? Третья, помните, третья проблема? Несмотря на страшные войны, сегодня надвигается вообще, ну, самая страшная катастрофа, эко-катастрофа, да, мы подошли к краю, ну, дебилы, которые рубят сук, на котором сидят. Мне даже взрослых людей как-то не очень жалко, мне детей жалко, честно скажу, они-то при чем? Взрослые дебилы, вырубают леса. Кстати, вы знаете, что каждую минуту в мире вырубается 27 футбольных полей леса, а людям все мало, да, ну, это невежество, не ведают, что творят. А у нас есть программа, к которой мы идем, как остановить уничтожение экосистемы Земли, а заодно и войн, и вот этот весь ад, который происходит на Земле. Не смогу передать, объяснить. Сейчас книжечка, которую подарили нам ведущие, интеллект-тренер, у нас командная работа, да? Ох, как сила какая, ребят, в команде. А вы прочитаете, ну, там по статистике три часа, там мало страничек. Итак, следующий слайд. Вот наш СЕО-президент, Петр Силкин, вообще мега-мозг, мега-порядочный, мега-надежный, наш мега-любимый, уважаемый СЕО. Он интеллект-тренер, он проводит тренировки, то есть это, у нас нет бюрократа. И, ну, что мне осталось пожелать вам? Первое, да, когда вы делаете выбор, помните, успех, это правильно сделанный выбор. Вот эти два слайда, когда человек что-то дает, слугу, товар людям, и за это ему платят большие деньги. Когда нечего дать, ну, это какая-то одно и то же, там, косметику, БАДы, кроссовки, кроссовки, путевки, страховки, ну, надоело уже, что там, какие-то деньги, там нет ничего, там выгорание сердца есть. Поэтому я пользуюсь случаем всех умных, хороших, добрых, честных, обязательных людей приглашаю в команду, а на ваши вопросы ответят те интеллект-тренеры, которые вас пригласили. Они же станут вашими наставниками, проводниками в мир успеха, дружбы, настоящей честного, созидательного труда. След в истории оставите? В заключении желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, удачи, ребят. Все у вас получится. Присоединяйтесь. У нас есть такая кричалка лидерская, по секрету скажу. Но только не убегайте, да? Мы так обычно лидеры приветствуем, ну, когда собрали не на улице, значит, психушку сразу заберут. Мы говорим так, мы самые величайшие во всем временем и первое место в мире. Это наша судьба, мы построим компанию номер один в мире. Мы создадим великих педагогов, миллиардеров впервые, просветителей, миллионеров. И остановим уничтожение человечества и подарим нашим детям и внукам новое, счастливое, светлое, созидательное, мирное будущее. До встречи, дорогие друзья. Всего доброго. Все у вас получится. Субтитры создавал DimaTorzok